Приветствую! Меня зовут Александр, и сегодня мы поговорим про стандартную библиотеку Python. Тема очень объемная, поэтому ее обсуждение затянется аж на целых две лекции. Начнем с базовых моментов. Интерпретатор Python поставляется с определенным набором стандартных библиотек. Все эти пакеты работают вне зависимости от платформы и на iOS, и на Linux, и на Windows. К разным версиям Python прилагаются разные библиотеки. Их интерфейс может немножко отличаться, но к любому интерпретатору всегда будут прилагаться соответствующие пакеты. Документацию можно найти на python.org. Она написана красивым и понятным языком, и читается как хорошая художественная книга. Стандартная библиотека Python очень мощная. В ней есть почти все, что может понадобиться вам в работе. Большинство существующих на данный момент сторонних библиотек основываются именно на ней. Сообщество может что-то дополнять, что-то оптимизировать, но ядро почти всегда остается прежним. Когда стоит пользоваться стандартной библиотекой? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от конкретной задачи. Иногда стандартная библиотека подходит лучше, чем сторонняя, а иногда наоборот. Понимание обязательно придет к вам со временем. К примеру, веб-фреймворки — это всегда сторонняя библиотека. Разумеется, вы можете реализовать что-то свое при помощи стандартной библиотеки, но это не имеет смысла, поскольку чаще всего готовые решения уже существуют. В этом уроке мы обсудим две библиотеки — Operation System и Function Tools. Начнем с Operation System. Импортируется она следующим образом. Название этой библиотеки говорит за себя. Она предназначена для работы с операционной системой. С помощью Operation System мы можем вызывать определенные функции операционной системы прямиком из Python. Если вы работаете на iOS или Linux, то наверняка слышали о таких командах, как ls или cwd. Ими же мы можем воспользоваться и в Python. Давайте для начала посмотрим на аналог команды cwd. В результате мы видим путь рабочей директории. Давайте теперь узнаем, что находится внутри нее. Для этого нам потребуется команда list. В итоге перед нашими глазами файлы, которые мы создавали в прошлых уроках. Теперь попробуем создать новую директорию и назовем ее spam. И проверим содержимое директории снова. Новосозданная директория на месте. Мы можем не только создавать директории и файлы, но также и удалять их. Для того, чтобы удалить директорию spam, нам необходима функция ramdir. Все исправно функционирует. Модуль Operation System имеет множество других функций. Сейчас мы рассмотрели самые основные из них, чтобы понять общую логику работы библиотеки. Давайте двигаться дальше. Поговорим про func tools. Для начала импортируем функцию partial. Partial позволяет нам заморозить аргументы. Для того, чтобы понять это, напишем функцию show me, принимающую три аргумента и печатающую их соответственно. Заморозка аргументов означает его переопределение функции. Например, если мы заморозим show me с аргументом c, который всегда будет равен 200, мы получим новую функцию, для которой аргумент c передавать не нужно. Он всегда будет подразумеваться вместе с функцией. Partial работает не только с функциями, но и с методами. И это бывает полезно, когда нам нужно заморозить не меняющийся из раза в раз аргумент. Такое случается при работе с функциями из сторонних библиотек, когда аргумент репетативен, а переопределять функцию заново нет ни желания, ни времени. Выглядеть заморозка будет следующим образом. По факту, partial замораживает аргумент старой функции и возвращает нам новую. В скобках мы прописываем имя, подлежащее переопределению функции, а после переопределяем аргумент. Теперь наша функция будет работать вот так. Поскольку мы заморозили третий аргумент, при вызове функции нам необходимо передавать только два. Как видите, все работает ожидаемо. Замораживать одну и ту же функцию можно сколько угодно раз. Поскольку при заморозке аргумента передается новая функция, то программе все равно, сколько их будет. Теперь импортируем LRU Cache. LRU Cache — это по сути декоратор. Он декорирует функцию и кэширует результат. Вызов функции — достаточно дорогой процесс. Иногда нам нужно сходить в сторонний сервис, и это занимает много времени. Вместо этого можно закэшировать результат и использовать его в дальнейшем. Пропишем LRU Cache и вызовем функцию кубик, которая будет выдавать результат x в степени y. Теперь посмотрим, как это будет работать. Значение вычислено. При повторном вызове функции вычисление производиться не будет. Оно автоматически подтянется из кэша. Функция исправно работает. Но чтобы лучше понять, что произошло, давайте заглянем внутрь кэша инфа. Как видите, мы вызывали функцию один раз. Результата внутри кэша не было. Это мисс. Второй вызов попал в кэш. Это хит. Вы также можете управлять размером кэша. В нашем случае максимальное значение внутри него — 128. Этот показатель можно как увеличить, так и сократить. CureSize отражает объем кэша на текущий момент. Если вы будете вызывать кубик с другими аргументами, программа снова воспримет это как мисс. Ну, поскольку кэширование предполагает фиксацию идентичных кусков кода. В хит вызов функции попадет только со второго раза. Теперь поговорим про функцию wraps. Для начала импортируем ее. По факту, когда мы декорируем функцию, мы теряем ссылку на оригинальную. Вместо первичной функции нам возвращается внутренняя обертка. Иногда это вызывает проблемы. Теряется реальное имя функции и docstring. Считается хорошей практикой не терять ссылку на оригинал. И добиться этого можно при помощи декоратора wraps. Снова реализуем функцию showme, принимающую на вход два аргумента и docstring для нее. По факту, это новая реализация showme, обладающая docstring. Теперь пропишем простенький декоратор. Теперь декорируем нашу функцию и посмотрим, как она будет выглядеть. Как видите, оригинальная функция showme заменилась оберткой декоратора. Docstring, кстати, она также не обладает. Тут нам на помощь приходит функция wraps. Определяем newlogger, оставляя ссылку на прежнюю функцию. Это делается при помощи декорирования внутренней функции inner. В целом это опциональная вещь. Некий best practice, рекомендуемый, но не обязательный к использованию. Однако помните, что такой подход показывает широту ваших компетенций. И в больших проектах им всегда стараются пользоваться. Наш код тем временем выглядит следующим образом. Новая декорированная функция изнутри выглядит немного иначе. Как видите, это реальная, та же самая функция, определенная ранее, обладающая docstring. На этом все. Мы продолжим изучать стандартные библиотеки Python уже в следующем уроке. А пока был рад вас видеть и до новых встреч. Продолжение следует...